А ты знаешь, что ты не можешь одновременно дышать и глотать? Вот сейчас попробуй сглотнуть слюну или попить водички и одновременно делать вдох или одновременно делать выдох. Привет, НЛпер! В этом видео мы с тобой поговорим о том, где брать силы и где брать энергию для того, чтобы делать, для того, чтобы достигать результаты. И если ты уже попробовал одновременно дышать и глотать, то скорее всего у тебя ничего не получилось. А сейчас перейдем к одному очень важному моменту, который заключается в том, что многие люди говорят о себе, что они ленивые. На мой взгляд, они в корне не правы, потому что невозможно быть одновременно ленивым и невозможно быть одновременно активным. Если человек с яростью доказывает себе самому или кому-то, что он ленивый, у него уже есть энергия. Правда, эта энергия направлена немножко в другую степь. Она направлена на то, чтобы доказать себе и всему миру, что у меня нет мотивации. И мы переходим к первому совету. Должна быть зажигающая цель. Если нет зажигающей цели, то, конечно же, откуда возьмется энергия. И с другой стороны, когда у человека есть какая-то цель, как ее можно проверить? Как ее можно проверить? Есть множество целей, которые мы не хотим достигать, потому что они слишком большие. И мы здесь переходим уже к следующему выводу, который заключается в том, что очень многие люди имеют очень короткий горизонт планирования, но хотят получать большие результаты. Многие люди ищут в интернете, как похудеть на 15 килограмм за 15 минут. Многие люди ищут в интернете, как заработать много денег за 2 дня. А если разобраться? Давай попробуем немного в этом видео так пофилософствовать. Давай попробуем поразбираться. Если в один день худеть на 40 грамм, не на 40 килограмм, а всего лишь на 40 грамм, то за год можно похудеть за 365 дней, можно похудеть на 15 килограмм. А что такое сбросить 40 грамм в день? Это не съесть 3 кусочка шоколадки. Это не съесть очередной бургер. Это пройти на 1000 шагов больше. И все, ты 40 грамм уже сбросил. Но люди хотят, люди хотят, блин, похудеть за 5 минут на 5 килограмм. Ну, нужно быть немножко реалистом. Теория маленьких шагов. Если ты хочешь много читать, представь себе, если ты будешь читать всего лишь 10 страниц в день, 10 страниц, но каждый день, то за год ты прочитаешь 3500 страниц. А это сколько? Это почти 20 среднестатистических книг. 20 книг за год прочитать это круто? Круто. Но многие люди хотят прочитать 20 книг за один день, или за одну минуту, или за полчаса. То же самое с деньгами. Представь себе, если ты будешь каждый день откладывать 1 доллар, всего лишь 1 доллар, то через год у тебя будет 365 долларов. Что можно купить себе за 365 долларов? Я уверен, что у тебя есть много желаний, на которые ты хочешь потратить деньги, а ты их не тратишь. Поэтому, чтобы была сила и чтобы была энергия, нужно придерживаться теории маленьких шагов. И отсюда вытекает следующее моё рассуждение. Отсюда вытекает следующее моё понимание о том, что мы разочаровываемся и начинаем испытывать отсутствие энергии, когда у нас нет промежуточных результатов. То есть нужно иметь какую-то шкалу достижения. От 0 до 10, от 0 до 100, от 0 до 1000 и так далее, и так далее, и так далее. И когда ты делаешь маленькие шаги по направлению к своей цели, ты можешь отмечать свои результаты. Большинство людей не умеют замечать свои маленькие промежуточные шаги. И им кажется, что они стоят на месте, но на самом деле они двигаются. И чтобы такого не случалось с тобой, заведи себе какую-то шкалу. Просто на бумаге прочерти линию, отметь отрезок, сколько процентов у тебя уже сейчас есть в направлении твоей цели. Отмечай, пожалуйста, каждый шаг, который тебя будет приближать к твоей цели. Ну а мы идём дальше. Почему я сейчас об этом так долго рассказываю? Всё дело в том, что на самом деле мы подходим к достижению наших результатов совершенно разными способами. И эти способы в первую очередь хранятся у нас в голове. Что это значит? Можно делать шаги по достижению к цели со словами. У меня ничего не получится, я унылое говно, или что-нибудь в этом роде. А можно сделать небольшой рефрейминг. И когда ты подходишь к какой-то сложной задаче, незнакомой для тебя задаче, ты можешь подходить не с рамкой «у меня не получится», или не с рамкой «а вот если я облажаюсь», а с другой рамкой. А что если получится? А что если у меня получится? Если ты будешь подходить к любому своему жизненному вопросу с рамкой «а что если получится?», а я попробую, то тогда у тебя будет получаться достигать результатов, и тогда у тебя будет получаться воссоздавать в себе эту энергию. Многие люди испытывают отсутствие энергии, потому что постоянно себя ругают. Просто постоянно. Нужно прекратить это делать. Нужно прекратить это делать и использовать другую рамку. А что если получится? Когда ты используешь рамку «а что если получится?», ты можешь усиливать свою энергию. Потому что, смотри, мы больше всего любим делать то, что у нас получается хорошо. А у нас получается хорошо не все сразу. Но когда мы начинаем получать от самого себя обратную связь, «а что если я попробую?», «а что если у меня получится?» И когда у нас начинает получаться, энергия начинает возрастать в процессе достижения цели. И мы не получаем этой энергии, потому что мы ставим себе вот такую большую цель, не имеем отрезков достижения, мы не имеем вот этой мелкой нарезочки, как я буду понимать, что я приближаюсь к цели, или вообще, как я буду понимать, иду я к цели или от нее. И, соответственно, мы тогда начинаем с самого себя разочаровывать. Разочаровывать в словах. Когда цель огромная, когда цель большая, и нет отметки о промежуточных результатах, мы не можем осознать. А когда мы не можем осознать, движемся мы к цели, или движемся мы от нее, тогда приходит лень и апатия. Что делать с ленью? Если ты сделал вот это упражнение, попробовал одновременно глотнуть и одновременно дышать, ты понял, что это невозможно. И не бывает ленивых людей. Не бывает просто людей, которые не могут ничего делать. Скорее всего, проблема в постановке цели. Скорее всего, цель не зажигающая. Потому что, когда у нас есть зажигающая цель, мы можем двигаться. А как проверить, зажигающая цель или не зажигающая? Допустим, многие люди хотят увеличить свой заработок, увеличить еще что-то, сбросить лишние килограммы, изучить английский язык и много чего другого. Но они не задаются вопросом, а для чего мне это? Что в итоге я получу? Этот вопрос на самом деле открывает твои ценности. Ты начнешь чувствовать себя хорошо, начнешь себя уважать, начнешь себе позволять больше. Или к тебе начнут по-другому относиться люди. Иногда нужно задать по поводу своей цели себе вопрос. А для чего мне это? Что я получаю? И здесь нужно искренне ответить. Если ты хочешь получить похвалы, восторг от других людей, то это очень круто. Делай это для этого, если тебя это движет. Если ты хочешь получать такую обратную связь. Дальше. Почему у нас отсутствует энергия для достижения цели? Очень важный момент, о котором нужно позаботиться. Тебе нужно создать вокруг себя группу поддержки. Потому что когда есть люди, которые тебя могут поддержать, которые тебе просто могут сказать пару слов хороших о тебе, когда ты движешься к своей цели, то тебе гораздо легче. Энергия появляется. Если ты закрылся в своем теремочке и не получаешь позитивной обратной связи, конечно, энергии не будет. Об этом нужно позаботиться. Нужно найти одного, двух, трех, четырех людей, которые тебя могут поддержать. И это будет очень-очень круто работать. Также. Также очень важно. Также очень важно провести анализ вообще всех своих действий, которые ты совершаешь в течение дня. Потому что нету людей, у которых нет энергии. Есть просто процессы. Это вопрос самоменеджмента. Это вопрос самоуправления. Есть те процессы, которые высасывают из тебя энергию. И я рекомендую тебе составить прямо список вещей, от которых ты постараешься отказаться. И эти вещи в жизни каждого человека есть. И эти вещи есть и у меня в том числе. И если ты найдешь для себя способ отказаться от тех вещей, которые вытягивают из тебя энергию, ты начнешь свое время и свою энергию вкладывать туда, куда тебе хочется, куда тебе действительно хочется. Куда ты понимаешь, ты движешься. Какие эффекты есть у твоей цели. И плавно переходя к следующему пункту, поговорим об эффектах. Несколько минут назад я говорил тебе о том, что очень круто задать себе вопрос, а для чего мне это? Но еще круче представить себя уже достигшим эту цель. И как будто пройдет год после того, как ты достиг эту цель. И когда ты представишь, что твоя цель достигнута, и ты представляешь себя уже через год после того, как ты достиг эту цель, ты можешь провести анализ эффектов. Как достижение этой цели повлияло в целом на твою жизнь. И очень часто случается такое, что у человека в эффектах случается что-то негативное. Например, стал больше зарабатывать, стал больше бухать. Или стал больше зарабатывать, стал больше есть. Или сбросил лишний вес, стал такой красивый, или такая красивая, начали рушиться семейные отношения. Вот этих скрытых эффектов, негативных, очень много. И иногда мы эти скрытые эффекты не осознаем, то есть сознательно не понимаем, что они есть. И мы можем испытывать дискомфорт по достижению к нашей цели. Мы можем испытывать отсутствие энергии. Нужно задаться о вторичной выгоде вопросом. Вторичная выгода – это почему мне выгодно не достигать цель. Если ты найдешь ответ на этот вопрос, твоя энергия обязательно появится. И ты начнешь делать и действовать. Ну и еще. Есть очень важный момент. Он заключается в том, что мы очень часто начинаем получать энергию и мотивацию по достижении чего-то, если нас этого чего-то лишают. Вспомни фильм «О чем говорят мужчины». Там было такое интересное рассуждение, что если вдруг тебе запретили ведь есть вилкой, когда тебе запретили есть вилкой, ты начинаешь хотеть есть этой вилкой. И что ты можешь сделать? Это называется подъем мотивации через лишение. Представь, что та цель, которую ты хочешь достичь, вдруг кто-то пришел и сказал тебе, все, ты больше в этой жизни никогда не имеешь права это делать. Когда ты лишаешь себя возможности на уровне мысли, просто подумай о том, что тебе больше никогда нельзя это делать. Тебе больше никогда нельзя достигать эту цель. И скорее всего, у тебя не только появится мотивация и энергия, ты будешь очень возмущен тем, что кто-то может тебе запретить это делать. Вот так ты тоже можешь усиливать свое желание по достижению цели. И еще один очень важный совет, который поможет тебе поднять энергию и зарядиться мотивацией. Этот совет заключается в том, что нужно перестать летать в облаках. Вот перестать просто тупо летать в облаках. Что это значит? Это значит, что нужно перестать надеяться, что кто-то за тебя что-то сделает. Нужно перестать надеяться о том, что обстоятельства сложатся наилучшим образом. И тогда ты начнешь это делать. Не нужно откладывать. Нужно просто осознать, что ты в этом мире и только ты отвечаешь за свои результаты. Всем остальным по фигу. Вот просто постарайся себе в этом признаться. Когда ты в этом признаешься, ты начнешь уже совершенно по-другому действовать. Ты должен понимать, что достижение тобой, твоих результатов, твоя энергия, это все зависит только от тебя. Только от тебя и больше не от кого. Также, что поможет тебе еще поднять свои силы и энергию? И мы здесь говорим все же о целеполагании. Когда ты поставил себе цель. Когда у тебя есть хорошая цель. Тебе нужно подумать о том, как ты себя наградишь, когда ты достигнешь этого результата. Потому что это добавляет ценности к твоей цели. И это добавляет смыслов. И тогда ты лучше понимаешь, зачем тебе с утра вставать с кровати. Тогда ты лучше понимаешь, зачем тебе двигаться дальше. Представь, пожалуйста, что ты находишься в каких-то очень тяжелых условиях. Например, на войне. Или, например, где-то, где тебе нужно пробраться через какое-то препятствие. И представь, что над тобой стоит командир. И этот командир не выбирает слова, не подбирает слова. И он тебе может сказать что-то матом. Может просто сказать, пошел, 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 пошел. Найди у себя внутри это слово, которое тебя вот так буквально погонит к твоей цели. У меня это слово на самом деле такое. Пошел, 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 пошел. То есть у меня внутри стоит внутренний сержант. И когда я не хочу чего-то делать, он мне внутренним голосом говорит, давай, пошел, пошел, пошел. Может еще и матом что-то сказать. И тогда у тебя будет много энергии, много желания достигать всего самого лучшего. С тобой был Юрий Пузыревский. Это была передача Утренняя раскачка. Желаю тебе успехов в новом году. До скорых встреч. Пока-пока.